Всем привет! Я на утренней прогулке. У меня между работами полчаса есть свободного времени. Чтобы не сидеть зря в машине, парк у меня как раз по пути. Я захожу сюда на один кружок. Но в парке здесь творится, конечно, у нас вчера был такой ужасный ливень опять вечером. И этот парк лучше и красивее не становится. Вроде это озеро, что-то чистили, чистили. Как они его чистили? То ли у них свои тут какие-то задумки с этим озером. Не знаю. Дом стоит, техники уже нет. Одна цапля вон там вот белая ходит. Гуси тоже пока отсутствуют. Вот я один кружочек и побежала на работу к своим девчонкам. Две недели позади. Сегодня пятница. Можно подводить итоги. Вот что-то в озере делается. Не могу понять, что. Черепаха. То ли она рыбу какую-то ест, то ли это две черепахи. Любовью занимаются. Вот они. Что это они? Кусаются, что ли? Но черепахи здесь водятся огромные. Видите, панцири какие? Смотрят на меня. Думают, что это нас снимает сегодня. Вот они. Прыгают друг на дружку. А, у них какой-то брачный период. От шалуни. Огромнейшие черепахи. А я думаю, что здесь переворачивается в воде. Что творится? А они тут балуются. На мелководье. Вот иногда вот они даже степе попадаются на удочку. У них тут конкретная борьба какая-то. Вот вам и черепахи. Посмотрите, вот здесь, возле детской площадки. Нашла лисички. Видите? Целое вот такое вот семейство. Но, конечно, брать не буду. Ну, не знаю, почему-то вот такие дикие грибы. Которые растут вот так вот в дикой природе. Мы здесь, ну, не берем. Не уверены, может быть. Но это же настоящие лисички, правильно? Да. Да. Помощница у меня есть. Смотрите. Да. 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 Эмоции зашкаливают. Итак, 6.30. Я с работы. Что-то тут у нас случилось. Дороги перекрыты. Объезд. Это я только выехала с работы. Думала, поеду в ту сторону. Там тоже перекрыто. Пришлось вернуться. И иди сюда. Итак, вторая неделя подошла к концу. Я не могу сказать, что обошлось без травм. Уже с моей стороны. Ребенок такой достаточно тяжелая девочка. Увесистое в теле. Плечо. Болит ужасно. Поясница тоже дает о себе знать. Я надеюсь, что это все пройдет. Втянусь. Привыкну. И со временем это будет у меня как в порядке вещей. Что-то они тут регулировщика даже поставили. Почему? Без понятия. Что-то стряслось. Наверное, там. 22. Вы знаете, чтобы сказать что-то страшное, плохое, нет. Неделя пришла отлично. Ребенок как будто совсем другой. Ванночку я ему, девочке этой, мою ее. Отлично. Не плачет. Она как рыбка. Оказывается, она любит купаться, что не все дети любят. Головку любит мыть. Да, расчесываться она не любит. Но it's ok. И это пройдет. Кудряхи немного, видно, ее беспокоят, когда их расчесывают. Кушать она немножко, у нее так странно, она привыкла кушать. Ну, все дети по-разному, не могут быть все одинаковые. Не могут все одинаково кушать, не могут все. Придется к этому привыкнуть. Она подрастет, будет все по-другому. Отлично, мы с ней гуляем в парке. У нас в парке танцы, песни до упада. Любит русскую песенку, только едет бабушка ее научила. От улыбки. От улыбки и Ира погнала. Еще есть тут детская песенка местная. Baby shark. Baby shark. Baby shark. Baby shark. Baby shark. И перечисляем всю фамилию. Все shark. Shark это акула. Все акулы, ну окей, попала я среди акул. Потешная девочка, интересная. Немножко сложно. Но дети быстро растут. И я уверена, что это все быстро пройдет. Маленькую, даже два раза мне разрешили подержать на руках. Baby shark. Которая вот, я не знаю, шесть недель, наверное, где-то. Шесть недель уже сразу тоже видно другой ребенок. Я пришла к ним первый раз. Две с половиной недели назад. Было совсем другое видение ребенка. Совсем теперь, совсем другое. Совсем теперь смотрится или направленно. Ведет за тобой глазами, поворачивается на звуки, поворачивается на голос. Совсем другой ребенок. Я даже его вот так вот держала. Вот такой маленький. Вот такой. Представляете? Прямо вот так берешь и слышишь, как оно почти беззвучно дышит. Это очень приятно. Я не знаю, как кому, я смотрю, ой, я смотрю, люди любят, любят, может быть, такая ситуация, любят со взрослыми, ухаживать за стариками, за больными. Ну, слушайте, каждому свое, правильно? Я лично детей не променяю ни на кого. Если будут брать, значит, я буду идти уже до последнего, пока берут. Вот дети, это такая радость, это такие эмоции, это смех, это танцы, это все. Как можно поменять радость, вот такую жизнь на болезни и старость, я не знаю. Короче, вот так. Я не могу сказать, что я не устала. Устала, конечно, сегодня пятница. Я устала, я иду домой, плечо болит, поясница ноет. Ну, вот такая вот какая-то усталость, ну, приятная, что ли, что я свои силы, как и отдала этому ребенку, так от него и взяла что-то. Взяла какую-то вот такую жизнь, мы с ней маршируем, мы с ней гуляем 2 часа утром, 2 часа вечером. Красота. Ну, что сказать. Каждая работа имеет свои трудности, правильно? И с детьми, и со стариками, и с больными. И в госпиталях, где работает Маша, везде есть свои трудности. Сегодня будете смотреть на меня, а то вы смотрите, как я еду, и делаете мне замечания. Я иногда позволяю вот такие вот шалости на дороге, но только тогда, когда я одна. Если у меня дети вот там вот сзади, все, никаких шалостей и ничего подобного я себе не позволяю. Ну, и когда еду одна, смотрю по ситуации. Если кто-то зевает, значит, я первая, но я не зеваю. И благодарю Господа, что уже сколько? Лет 5, наверное. Фу-фу-фу-фу. С последнего моего там происшествия на дороге, который у меня был, эксидент, я вам рассказывала. Ну, кому интересно, ищите видео, где я рассказывала про аварию, в какой я побывала. Ничего больше не случалось, слава Богу. Хотя здесь вот так вот едешь и смотришь, почти каждая вторая машина битая. Ну, такие здесь ездят. Иногда, если не ты кого-то, то тебя кто-то. Всякое бывает. Ну, конечно, лучше перебдеть, чем недобдеть. Итак, иду домой. Пятница, завтра суббота. Будем готовиться. К чему готовимся? В воскресенье собираем большой пикник. Будет закрытие сезона. Будет встреча с друзьями, со всеми, кто может прийти, кто хочет прийти. Ну, и уважим Степу и Машу. У них же было день варенья. Ну, и вот и посидим, и выпьем за их здоровье. Сначала думали на субботу, потом что-то в субботу работает половина компании, а половина воскресенья хотела. Ну, вот мы решили всех собрать на воскресенье. Не будет нас там много человек, может быть, десять. Может быть. Потому что я знаю, что все заняты. И воскресенье такой день, каждый бежит себе домой готовиться уже к рабочей неделе. Ну, вот так вот. На немножечко соберемся, пообщаемся и разбежимся. И уже Бог знает, когда мы встретимся. Здесь, вы знаете, с каждым годом я сама замечаю. Когда-то Соня даже говорила. Кстати, Соня тоже будет. Даже она когда-то говорила, что люди как с ума посходили. Когда-то собирались. Ну, когда-то вот по рассказам местных старожителей, долгожителей, кто здесь дольше, в лет по двадцать, когда-то говорили, что не так было все дорого, легче деньги приходили. Здесь в данный момент другая ситуация. Все спешат заработать, потому что нужно отдать. За билы, за жилье, за все остальное, кучу денег сейчас нужно за все платить. И люди стараются работать до упада. Конечно, и мы работаем. Дома не сидим. Вот Степе 67. Уже мог бы и думать о пенсии, но пока не думает. Потому что знает, что, во-первых, и дома нечего делать. Во-вторых, и пенсия будет у нее, у него сгульки нос, мизерная. Пока есть силы, пока работает. А там, как Бог даст. Долго здесь работает, долго. Здесь и до 80 лет работает. Кто может, у кого есть силы, здоровье крепкое. Кто ведет правильный образ жизни. Тот работает. А у нас вот так вот, смотрите, 6.40. Уже вечереет. Я оставила свою бебульку. Но помахала мне бай-бай, Ира. See you Monday. Увидимся в понедельник. И все. Иду к своей бебульке. Маша сегодня выходная. Завтра работает. Ну, давайте, Гай, сшевелитесь. Ну, е-мое. Тут какая-то авария тоже. Машину грузят. На каждом шагу. Можно увидеть все, что хотите. Все. С вами прощаюсь. Всем пока. Сделаю видео с пикника. С теми, кто захочет сниматься. Кто не захочет. Потому что есть и такие. Так и быть. Бай-бай.